Каждое утро на протяжении нескольких десятков лет они приходили сюда на работу, а теперь их встречают как дорогих гостей. Нижнетагирский технологический институт чествует своих ветеранов. Наталья Владимировна Орлова с 1975 года преподавала политехникам проектирование сварных конструкций, была заместителем декана факультета. Было все интересно, потому что мы тогда развивались очень активно, строили вот это здание, строили все, помогали строителям, мусор строительный выносили, озеленяли площадку вокруг института, транспорт не ходил никакой сюда, мы ходили пешком, мы ездили в колхоз на работы уборочные, мы садили вот здесь деревья. Мы ходили на народную дружину, все это со студентами было, сейчас совсем другая жизнь. Тогда вот занимались общественным трудом очень активно. Я работала и на дневном, и на вечернем отделении, и опять-таки очень разные были студенты, но разные в каком смысле? Они работали на разных специальностях, на предприятиях, на заводе, вечерники, приходили уставшие, но с интересом учились. И были такие замечательные, замечательные ребята, которые после окончания института становились руководителями производства. Нынешние студенты подготовили для ветеранов концерт. Первокурсники читали стихи и исполнили несколько песен. «Раскудрявый клён зелёный лист резной, я влюблённый и смущённый пред тобой». Сегодня вы видели первый курс. Это те дети, которые только-только вот пришли после школы, влились в нашу студенческую жизнь, и они достаточно активные. Они участвуют в конкурсах. В этот раз они выиграли первое место в конкурсе «Райс». Это социальный предпринимательский проект. Они действительно активно участвуют в общественной жизни. Меня это радует, и наши традиции продолжаются. Вот то, что вы заложили, то, что мы с вами отдавали часть своих эмоций, души и усилий, оно продолжается. Встреча продолжилась за чайным столом. Вспоминали о прошлом, говорили о том, чем живёт сегодня институт, как проводят время на заслуженном отдыхе ветераны. А ещё вместе подпевали студентам. Потому что, хотя поколения и разные, а песни одни на всех и на все времена. Выходила на вы, Катюша, на высокий берег, на крутой.